Сегодня в столице Югры проходит 16 заседание Окружной Думы. В повестке дня 29 вопросов. Все они были обсуждены подробно на профильных комитетах и в Думском зале для принятия законов и поправок. Их должны были поддержать все депутаты. Среди важных поправок, например, корректировка бюджета Югры, его расходы и доходы увеличатся почти на 6 миллиардов рублей. Средства пойдут, например, на строительство школ, повышение минимального размера оплаты труда, развитие сферы медицины. Общественная палата автономного округа наделена полномочиями по формированию общественных советов для проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг. Большая дискуссия возникла вокруг трудозанятости населения в автономном округе. Я взял специально сегодня данные статистики 8200 человек, которые зачислены. Но давайте не будем лукавить сами себе, что у нас население не идет вставать, потому что там такая процедура, что лучше не вставать. На биржу труда за деньгами от 1200 и максимум 7200 рублей получать и выстаивать очереди, приходить в конкретно назначенное время, когда там окошко, куда тебя записали, оно не работает. Это вот такая процедура? По словам некоторых депутатов на труднодоступных территориях, существуют серьезные проблемы с вакансиями. Подрядчики нефтегазового сектора экономики сокращают сотрудников и, бывает, не платят заработную плату. И еще один вопрос. Регистрация безработных удаленным доступом через интернет. Этот порядок устанавливается Российской Федерации. И, к сожалению, это, как сказать, полномочия Российской Федерации. Если такое решение будет принято на уровне Российской Федерации, естественно, мы будем дистанционно наших граждан регистрировать. В этом мы проблем не будем. Депутаты попросили обратить внимание исполняющего обязанности директора департамента ЖКХ и энергетики Югры Сергея Эрнста на поселок Барсово. Там, по словам парламентария, в результате некачественно проведенного капремонта все, что было сделано, пришло в негодность. Рабочие якобы забыли отремонтировать крышу. Депутаты интересовались такими вопросами, как почему дорожает капитальный ремонт, почему пенсионеры, которые освобождены от взносов на капитальный ремонт, должны сначала заплатить, а уже потом получить соответствующий вычет. Это федеральная норма, и изменить ее на уровне региона мы не можем. Если есть желание у нас выйти, я так понимаю, на федеральный уровень, тогда это другая ситуация. Это федеральная норма. Кроме того, стало известно, что обсуждается вопрос о повышении сумм самих взносов на капитальный ремонт, однако ни конкретных цифр, ни даты, когда это может вступить в силу, пока нет. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургутинтерновости из Хантамансийска.